Я живу в Москве Я выходец из Одессы Я родился в Одессе И вся наша семья по материнской лиге Она из Одессы Моя мама Токарева Александрович И ее отец Александрович Иосиф Александрович Автор рукописи «Пути смерти» Записки Гентовца Которая была написана в 1947 году Это документальная повесть И написана она по свежим впечатлениям Если это можно назвать впечатлениями Или по свежим переживаниям Если так можно выразиться После того, как дед прошел Все страшно Одесская генда И чудом остался жив Наши гостя ушли И оставили Пустое пространство Они этого не издали Не входили в город Семья у нас была очень большая Ночь на 22 число Взорвали бумпу А там был штаб Возле тюрьмы На городском саду Сплошные виселицы стояли И все, кто выходил на улицу На работу Ничего не зная И хватали И сразу висели А на улице На Жуковской На полицейской Расстреливали просто Та каждого проходящего И они валялись на земле Я каким-то чудом Не выходила в этот день Из дома И вот когда я уже вышла Через три дня Я увидела эту картину страшную Блисящих людей И расстрелянных И вот я запомнила Такой эпизод очень страшный Лежала женщина Беременная Расстрелянная Моя семья Потеряла Во время Окупации И войны 11 человек Похим До сих пор Эта рукопись Не стала книгой Она не опубликована И если можно так сказать История И опубликованности Произведения Она тоже несет печать Время Уважаемые Дамы и господа, это был фрагмент фильма «Исход» режиссера Евгения Алинина, снятого в 2002 году. Имею честь представить вам одного из участников работы над тем фильмом человека, которого вы только что видели и слышали на пленке. Александр Токарев, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Александр Токарев, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Александр Токарев, член-корреспондент Российской Академии Художеств. И в то же время, перечитывая ее на протяжении многих лет, это последний раз, я понял, что это повесть приключенческая. Страшно не вяжется это слово с этим сюжетом. Ну, парадокс уже сделан. И судьба, которая выпадает от человека, она очень часто тоже парадоксальна. Вот судьба, которая выпала деду, человеку совершенно мирному, человеку, который никогда не стремился к приключениям, не жаждал их, в отличие от многих других людей, да? И на его долю этих, в кавычках, приключений выпало огромное множество. Ну, начиная со смешного, да, он был журналистом и юристом. И ту революцию, у него был пистолет, он издавал такую копеечную газетку в Одессе, Одесский листок. И у него был пистолет. И когда он встретил бабушку, значит, которая была тогда молодой девушкой, ей было 17 лет, ему было 27 лет, Он захотел на ней жениться, но она была в ужасе, потому что он был, с ее точки зрения, стариком, вдовцом, с ребенком на руках. Тогда дед нашелся. Он показал ей пистолет и сказал, что если она не согласится выйти за него замуж, он убьет ее и себя. Она очень испугалась и согласилась. И они прожили в любви и преданности, все остальное живет. Вот. Ну, это как бы комическое история. И я понимаю, что дед за всю свою жизнь, хотя у него был пистолет, он из этого пистолета никогда не стрелял. Потому что он был человеком, который не мог стрелять, тем более в людей. Вот. Ну, судьба. Ему была уготовлена очень разная. Он был в отряде Катунского, чем-то вроде были в руках. Потом немцы, его поймали немцы, те из гражданской войны, и посадили в крепость. Потом, когда они уходили из этого маленького городка, где это было, его повели вместе со всеми на расстрел и расстреляли. Когда он пришел в себя, он почувствовал, что что-то на нем много тяжелого. Это были трупы. А пуля его пощадила, она, как-то, скользнула по спине. Он дождался ночи, вылез из бодрительных трупов и тихонько, огородами, что называется, пошел там. Вот. Потом было еще много всего. А потом случилось то, что мы называем Великой Отечественной войной. И Одесса, которая была поименована фашистами Транснистрии, как сказали бы в Одессе, чтобы они нам были здоровы. И там, кто не успел эвакуироваться, а мои близкие эвакуироваться не успели, они попали в очень серьезную переделку. Вот. И дед попал в гетто, а мама, слава богу, осталась на свободе и на протяжении всей войны прятала бабушку за шкафом. Ну, я чувствую, что я уже перебираю время и просто хочу последнее рассказать. Вот книга, которая мне издавалась, вот я ее уже держу в руках, и я счастлив этому обстоятельству. И, знаете, когда мы с бабушкой, я был совсем маленьким, амира учила, мы деда провожали на работу, мы говорили вместе, иди здоров, приходи здоров и принеси мне новую книжку. Вот дед мне подарил спустя много лет после своей смерти эту книгу. Я бы очень хотел, чтобы вы ее прочли. Это правда, нужно. Спасибо. Да, еще хотел поблагодарить, одно минуту, это самое главное. Хотел поблагодарить компанию «Аксесс Индастриис» и лично господина Лена Плаватника за помощь в издании этой книги и поддержку при делании концерта. Вот и программу «Еврейские сообщества» Благодарительного фонда КАФ «Россия». Спасибо и большое видео. Александр Токарев. Я приглашаю Александру Токареву занять место в зале, поскольку мы начинаем Катиш-концерт, о котором для начала нужно сказать ровно одну простую вещь. Безусловно, Катиш – это молитва непростая, молитва, которая звучит в минуты самого тяжелого и острого горя, но парадоксальным образом именно об этом горе в ней и слова нет и не должно быть. Психологический смысл прославления Всевышнего именно в такие моменты человеческой жизни по-разному понимают разные люди, кто внутри, кто снаружи этой традиции, но в любом случае все согласны с тем, что горе легче, если его с кем-нибудь разделишь. С людьми, которые рядом. А Катиш всегда читает, собственно, когда есть мнение, то есть 10 взрослых мужчин. Это не имеет смысла делать один на один со своим горем, даже если она семейная. Это горе можно разделить и с народом, у которого свое большое, двухтысячелетнее горе, неотъемлемая часть его исторической памяти. И, наконец, это горе можно и нужно разделить с Творцом, который по своему образу и подобию нас всех создал, который за всех переживает, всех слышит, всех понимает и действительно каждому сочувствует. Вот именно поэтому Катиш, классический молитвенный текст на арамейском языке, и четыре его музыкальные версии прозвучат сегодня от начала и до конца этой программы. Я подчеркиваю, четырежды будут исполнены на совершенно разную музыку эти святые слова. Причем в одном из четырех случаев слова даже не потребуются. Слишком они будут ясны и очевидны, и в инструментальной версии Катиш Мориса Равеля прозвучит так же. Но начнем мы с традиционного народного Катиша, особой версии, это Хасинский Катыш. И его предложил нам вот в такой аранжировке, как мы сейчас услышим, выдающийся артист и кадр Михаил Давыдович Александрович, столетие со дня рождения которого тоже отмечается в этом году. Думаю, что это не случайно. Так вообще в сегодняшней программе нет ничего случайного. На сцене московская мужская и еврейская капелла под управлением Александра Целюка. Солист Муриэль Гранат. Павел. Солист Муриэль Гранат. Павел. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Аплодисменты. 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 Аплодисменты.